Как помочь справиться с судорогами? Что может спровоцировать развитие судорог в ногах? Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни испытывал неприятные, порой очень болезненные ощущения в ногах – судороги. Как правило, подобное сокращение мышц наблюдается у профессиональных спортсменов, но могут возникать и у обычных людей. Что же из себя представляют судороги в ногах и что становится причиной их возникновения? Локализованные, короткие по времени сокращения в мышечных волокнах, одной или нескольких сразу, имеют научное название – крампи. Стать причиной спазмов в икроножной мышце помогут патологические состояния в отделах позвоночника, остеохондроз, например. Это заболевание со временем приводит к нарушению трофики в нервных окончаниях и мышцах ног. Судороги возникают во время ночного отдыха или после продолжительных нагрузок на ногу. Крампи – не единственный вид судорог, возникающих в области нижних конечностей. Существует еще один вид сжимающих болей в результате сокращения мышц, находящихся под икроножной – стеносолии. Этот вид патологических изменений в области голени возникает при длительном лежании на одном боку, неудобном лежании, сидении или во время длительного стояния. Что может спровоцировать судороги в икроножной мышце? Нередко крампи являются признаком нарушения процессов кровообращения в области ног. Предшествовать судороги в ногах могут развивающемуся синдрому перемежающейся хромоты. Проблемы с ногами, сопровождающиеся появлением крампи, могут указывать на серьезные патологические процессы, среди которых лидирующее место занимает сахарный диабет, нарушение работы щитовидной железы. Эти заболевания приводят к развитию нарушений обменных процессов, сопровождающихся образованием плохого холестерина и атеросклеротических бляшек. Судороги в икроножной мышце нередко подстерегают курильщиков. Спазмы в мышцах ног возникают также при серьезных нагрузках у спортсменов. Кроме того, крампи возникают не только в области ног. При длительной работе за компьютером возникают и спазмы в мышцах кистей рук. Спонтанные спазмы в ногах или руках требуют особого внимания, так как в пожилом возрасте могут быть одним из первых признаков опасного неврологического недуга. Бокового амиотрофического склероза. Среди причин, провоцирующих появление судорог, выделяют две основных. Первая причина – нехватка магния. Этот уникальный микроэлемент принимает активное участие в огромном количестве биохимических процессов в человеческом организме. По современным подсчетам ученых, магний играет важную роль в протекании более чем 300 различных реакций. Этот микронутриент обязательно должен присутствовать в организме в достаточном количестве для правильной работы организма. К сожалению, вместе с пищей его попадает мало, так как содержится магний преимущественно в таких продуктах, как тыквенные семечки, орехи, отруби и кунжут, редко бывающие на нашем столе регулярно. При этом расходуется магния очень много, особенно при сильных стрессах. Он необходим для правильного слаженного функционирования нервной системы. Активно выводится из организма вместе с потом во время активных физических нагрузок и в жару. При большом потреблении воды или мочегонных препаратов, а также алкоголя, магний выводится с мочой. Мышца, испытывающая дефицит магния, склонна к сокращению. Нежной и очень чувствительной к недостатку магния считается круговая мышца глаза. Поэтому при недостатке минерала начинает подергиваться верхняя века. Избавиться от судорог поможет правильное питание, включающее в себя большое количество таких продуктов, как авокадо, орехи, различные семена, чечевицу, бобовые, а особенно фасоль, бананы и инжир. Если возможности правильно питаться нет, а судороги в ногах беспокоят, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту. 2. Вторая частая причина судорог в мышцах – нехватка кальция. Сократимость мышечных волокон во многом зависит от содержания кальция в организме. При остром дефиците этого микроэлемента нарушаются обменные процессы, что приводит к судорогам в ногах. В дневное время кальций активно используется организмом для правильной работы мышц, а с наступлением ночи происходит процесс восстановления клеток костных тканей. Нехватка кальция в организме на самых ранних этапах определяется сложно. Возможно появление неспецифического покалывания на кончике языка в кончиках пальцев. При серьезных нарушениях на фоне недостатка кальция развиваются опасные изменения в виде болезненных, так называемых карпопедальных спазмов. Возникают приступы титанических судорог, вплоть до спазмов глотки, напрямую угрожающих жизни человека. Провоцируют нехватку кальция в организме ряд опасных заболеваний. Такая патология, как гипопаратериоз или недостаточность функционирования щитовидной и паращитовидной железы нарушает уровень кальция в крови и организме. Спровоцировать проблемы с усвоением кальция может дефицит еще одного важного вещества – витамина D. Судороги на фоне нехватки кальция возможны при заболеваниях почек, носящих хронический характер. Происходит нарушение абсорбции микроэлементов в структурах почек. Нехватка кальция – частый признак проблем в поджелудочной железе. Самые известные поставщики кальция – молочные продукты – творог, твердые сыры, молоко. Также восполнить недостаток кальция в организме можно, добавив в свой рацион зеленые овощи, рыбу, яйца, орехи. Если судороги в ногах тревожат постоянно, необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить достоверную причину и назначить адекватное лечение. Можно ли устранить судороги в домашних условиях? Судорожные сокращения икроножной мышцы можно устранить в домашних условиях. Для этого необходимо знать несколько хитростей. 1. Как можно сильнее потянуть пальцы на ногах? Ногу, которую охватили тонические сокращения мышц, необходимо максимально выпрямить, вытягивая стопу как можно дальше, пытаясь сжать пальцы. 2. Далее необходимо напротив тянуть пальцы ног на выпрямленной ноге к области живота. 2. Второй метод – попытки походить. Даже в случае, когда ходить не очень хочется, превозмогая болезненные ощущения, нужно совершить несколько быстрых шагов для того, чтобы запустить заторможенный процесс кровообращения в конечности. 3. Третий пункт – небольшой массаж. Если судороги застали в ночное время, человек обязательно проснется от боли. Для того, чтобы устранить судорогу, необходимо сесть, прислонить ладони к болезненному участку и начать активно массировать до тех пор, пока онемение и боль не исчезнут. 4. Для снижения кровяного давления ноги после массажа необходимо поднять выше уровня сердца. 4. Следующий четвертый совет – применение горячего укутывания. Под струей горячей воды необходимо намочить полотенце, хорошо его отжать и приложить к пораженному участку. 5. Держать своего рода компресс нужно до полного остывания полотенца. Пятый способ аналогичен с предыдущим. Только воздействие в этом случае будет горячей водой. 6. Пораженную судорогой ногу необходимо поместить под горячую воду. Можно принять ванну, способствующую расслаблению всех мышц, не только тех, которые начали сокращаться. 7. Улучшить кровообращение в ногах позволяет контрастный душ. Чередуя теплые и холодные струи воды, направляемые на область икроножной мышцы, можно добиться положительных результатов. 8. Тонические сокращения в области икроножной мышцы могут возникать в результате обезвоживания клеток организма. Если человек пьет недостаточное количество воды, возникает дефицит влаги, нарушается водно-электролитный баланс. В результате это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, провоцируя не только судороги в мышцах, но и другие весьма опасные состояния. 9. Для поддержания адекватного баланса жидкости в организме рекомендуется выпивать не менее 1 литра чистой воды в день, не считая различных напитков, таких как чай, кофе, морсы. 10. Положительно скажутся на состоянии мышечных волокон регулярные физические упражнения. 11. Отсутствие физической активности провоцирует ряд патологических изменений в организме, среди которых выделяют застой крови. Люди, много работающие сидя, должны делать регулярные перерывы на гимнастику. Нужно не просто сесть и расслабиться после длительной работы. 12. Специалисты рекомендуют каждый час делать перерыв, встав немного походить. 13. Сделать легкие упражнения для активизации тока крови в конечностях. Постоянные судороги в одной конечности, которые невозможно устранить при помощи обычных методов, требуют пристального внимания. Рекомендуется обратиться к специалисту за помощью, выявив причину патологического процесса. В некоторых случаях постоянные судороги могут указывать на проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, поэтому без консультации врача не обойтись. Субтитры создавал DimaTorzok